Музыка Это день всегда праздник для организаторов, семей, друзей, зрителей и, конечно, для главных участников, лауреатов премии имени Юрия Штерна. Ежегодное награждение деятелей культуры этой замечательной премии, учрежденной министром абсорбции, состоялось уже в пятый раз. Торжественная церемония прошла в Иерусалимском театре. Из 170 претендентов жюри выбрало 12 достойных лауреатов девяти номинаций. Мне очень понравилось несколько других имен, новых, молодого поколения, тех, кто приехали во второй половине 90-х годов. Для меня это замечательное и правильное изменение. Ну и, конечно, такой метр, как Юлия Ким или Арина Белозор, они тоже очень знаковые фигуры. Имя известного барда Юлия Кима, можно сказать, классика. В списке лауреатов было для нас приятной неожиданностью. Но все верно. С одной стороны классик, с другой тоже репатриант. И это его первая израильская премия. Первая. Если не считать то, что Израиль наградил меня двумя книжками. Одна от Иерусалимского журнала, другая была в частном издательстве вышла. Вот это, пожалуй, самые большие мои награды. Можно сказать, что это вы наградили Израиль своими книжками. Это уже дело Израиля. Думать так или иначе. А для меня это была награда, конечно. Но не менее половины списка награжденных составили, как и предыдущие годы, молодые и еще малознакомые имена. Две киноактрисы Эвелин Каплун и Ася Найфельд. Фотограф Гидон Левин. Актриса театра Оля Шортселектор. Скульптор Оля Брэммер. Алексей Белоусов уже известный виртуозный классический гитарист. Основатель гитарных фестивалей в Нитании и Иерусалиме. 20-летним он приехал с родителями из Самары и продолжил обучение в Академии Рубина. Все они дети Алии 90-х. Здесь учились и получили профессию. Так называемое полуторное поколение. У поколения родителей совсем другая история. Композитор и педагог Ирина Светова, выпускница Днесинки и Консерватории Чайковского, уже без малого 25 лет преподает в Иерусалимской музыкальной академии. На церемонии прозвучала ее музыка, посвященная неизвестному еврею, жертве Холокоста. Хореограф из Ленинграда Ирина Белозер научила танцевать многих израильских детей. Яркие оригинальные постановки детского театра хореографических миниатюр, созданного ею в 93-м году, украшения любого праздника. И еще один бывший ленинградец. Обычная история. Земную жизнь пройдя до половины, физик Алексей Тарновицкий становится лириком Алексом Тарном. Более 20 романов и повестей, престижные дипломы, лонг и шорт-листы за рубежом. Но вот и первая премия, да еще и дома. Да, я считаю, что я это заработал, потому что действительно уже много написано. Есть публицистика, есть пьесы, которые идут в России, есть переводы на всякие языки. Есть очень много чего за эти 12-15 лет, что я этим занимаюсь. Возможно, странно успешному писателю, прожив в стране четверть века, получать премию министра абсорбции. Но, во-первых, репатриант – это надолго, если не навсегда. Во-вторых, напомню, в клубе штерновских лауреатов режиссер Евгений Арье, композитор Иосиф Барданашвили, писатели Дина Рубина и Григорий Канович, поэт Игорь Бяльский, скромно умолчим о других заслуженных лауреатах. В этом году в номинации «Поэзия» премии Штерна удостоился уже упомянутый нами мэтр Юликин. Эта премия мне дорога, хотя бы потому, что я со Штерном был знаком. И память о нем, как говорится, жива в моей семье и во мне тоже. Это уже личное отношение к этой премии. А кроме того, я почувствовал, что я немножко заслужил, благодаря Израилю, конечно, потому что благодаря Израилю появился целый ряд произведений, которые мне особенно дороги. «Поэзия» «Поэзия» В этот вечер говорили много, искренне и тепло. Так редко говорят о политике. Впрочем, он и не был просто политиком. Он был редким человеком. Это просто святой человек, как мне кажется. Я Юру Штерна знал, покойного знал очень много лет, и поэтому это очень волнительное мероприятие. Знал, уважал. Мы очень много сотрудничали, еще задолго до того, как я попал в КНЕССР. Поэтому это как бы не просто приз. Я, конечно, все те, кто его получает сегодня, достойные люди, этого заслужили. Но, конечно, главное для меня в сегодняшнем вечере это все-таки память о Юрии Штерна. Юрия Штерна будут помнить еще очень долго. И многое лето награде его имени. Номинации, скажем, за романы на русском языке в Государственной главной премии Израиля появятся не скоро. А премия Штерна, ее можно заслужить, продолжая петь и плясать в привычных африканских ритмах, снимать фильмы, писать книги, издавать журналы на нездешнем, пусть и могучем родном языке. И премия это, заметим, за вклад в культуру Израиля.